На Хабар 24 новости в студии Илья Рыбин. Здравствуйте. Глава государства вручил премии, гранты и объявил благодарности представителям средств массовой информации. Среди тех, кто был награжден сегодня в аккорде, наш коллега, корреспондент телеканала Хабар 24 Адиль Болтабаев. Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, Касым Жамартукаев подчеркнул, что Казахстан стал ведущей страной Центральной Азии. Мы лидируем во многих сферах, поэтому наступило время и отечественным СМИ заявить о себе. В этой связи президент считает необходимым, чтобы представители медиарынка перенимали опыт мировых корпораций. Для реализации этой задачи необходимы качественно новый медиа-менеджмент, высококвалифицированные специалисты, осуществляющие вещание из-за рубежа, передовые технологии и инфраструктура. Это требование времени, которому мы должны соответствовать. При этом важно учесть и опыт мировых медиа-корпораций. Казахстан готов поставлять в Иран больше 75 видов товаров на сумму 250 миллионов долларов. Если в прошлом году товарооборот между странами вырос на 20%, то в этом отечественные компании намерены нарастить этот показатель. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайра Торибаев. В столице сегодня проходит казахстанско-иранский бизнес-форум. Деловая площадка объединила свыше 100 предпринимателей в крупных и средних компаниях. Стороны обсудили перспективы укрепления торгово-экономического партнерства. На форуме также прошли переговоры в узких кругах. Здесь поднимали вопросы поставок сельхозтоваров, пищевых продуктов и товаров машиностроения. К слову, у иранского потребителя спросом пользуются казахстанский ячмень, пшеница, сливочное масло и семена льна. Среди импортных товаров на рынке Казахстана превалируют нефтепродукты, свежие овощи, фрукты и строительные материалы иранского происхождения. В республике зарегистрировано свыше 500 компаний с совместным капиталом двух стран. Иран один из таких перспективных партнеров для нас. Мы подготовили перечень из 75 товаров, переработанных товаров, которые мы готовы поставить на иранский рынок буквально завтра. В основном это сельхозпродукция, как я уже отметил, это машиностроение, электроника и переработанные металлы. Более 10 компаний в ближайшее время из Казахстана получат дополнительное разрешение, и мы в ближайшее время нарастим наш экспорт на этот рынок. Алихан Смаилов пригрозил уволе чиновников за срыв подготовки к отопительному сезону. Как отметил премьер, ремонт тепловых сетей ведется низкими темпами. Из 47 проектов работы начаты только по 30, до конца не завершено техническое обследование. Подобная ситуация, по мнению главы Кабмина, складывается в том числе из-за плохой координации между уполномоченным органом и акиматами. В связи с этим Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики совместно с акимами регионов обеспечить полную готовность теплоисточников к отопительному сезону без переноса сроков. Специально рассматриваем этот вопрос в июне. До начала отопительного сезона еще есть время. Нельзя допускать срыва графиков и формального подхода в реализации поставленных задач. Уже сейчас мы видим ряд недоработок, как со стороны акиматов, так и со стороны центральных государственных органов. Так, к системным операторам компании КИГОК были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Но очевидно, что эти работы идут с оставанием во многих регионах, а в отдельных случаях их переносят на следующий год. Если будут срывы в подготовке, мы будем предпринимать жесткие меры. На электростанциях страны планируют отремонтировать 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбины. По всем 37 ТЭЦ страны совместно с акиматами утверждены дорожные карты по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Об этом на заседании правительства рассказал министр энергетики Алмас Адам Садкалиев. По его словам, по всей стране 25 тысяч километров линий электропередач будут отремонтированы до конца года. По республике завершены ремонтные работы на трех котлах и восьми турбинах. Мы определили энергопредприятия, которые включены в зону риска в предстоящий отопительный период. В связи с отсутствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между Акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями и АО «Ридер ТЭЦ» об организации проведения ремонтных работ на станции. В настоящее время подрядными организациями начали ремонты по всем шести котлам. Параллельно проводится закоп необходимых материалов. Трубная продукция уже поставляется на ТЭЦ. Также ведется ремонт тепловых сетей. Производители экологически чистой сельхозпродукции начнут использовать специальную маркировку, а также будут обязаны исключать применение ГМО, веществ синтетического происхождения, химических пестицидов, гормонов и пищевых добавок. Такие нормы предусмотрены в новом проекте закона, повышающем конкурентоспособность казахстанской органики. Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на пленарном заседании Можлица парламента. Теперь при неисполнении требований производства органической продукции у предприятий будут отзываться и приостанавливаться сертификаты соответствия. Также для повышения уровня финансирования агропромышленности ввели новый финансовый инструмент «Аграрная расписка». К другим темам. Наркополицейские задержали 11 преступников. Крупное ОПГ орудовало в Астане, Кукшетау и Караганде. Таким образом прекращена деятельность трех интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъяли 3 килограмма наркотиков среди вещдоков. Деньги в национальной и иностранной валютах, сотовые телефоны, ноутбуки и сим-карты. Возбуждено уголовное дело. Всем участникам преступной схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба МВД. В ходе следствия доказано, что каждый участник ОПГ выполнял четко определенные роли. Так один из преступников отвечал за хранение и перевозку особо крупных партий наркотиков по городам, охваченным преступным бизнесом. Второй за контроль финансовых поступлений и расходов, выплату заработной платы рядовым участникам ОПГ, штрафы за утерянные наркотики и так далее. Одна из участниц преступной группы обеспечила работу интернет-каналов, через которые реализовывались наркотики. В них она также активно вовлекала новых клиентов, проводила онлайн-конкурсы, розыгрыши и акции. Примечательно, что одной из участниц группировки является несовершеннолетняя студентка второго курса колледжа. 40 килограммов марихуаны нашли у молодых людей в Павлодарской области. В Экибастузе 19-летний парень и 21-летняя девушка выращивали такие объемы сами, переоборудовав дом в теплицу. Изобретательные нарко-агрономы смогли создать все условия для быстрого созревания конопли. Регулировали вентиляцию, температуру воздуха, влажность и насыщение почвы питательным раствором. А для сушки растения даже приобрели электросушилку. При обыске полицейские изъяли 110 кустов и 7 пакетов с наркотиками, в том числе почти 7 граммов синтетики. За последние два года число закладчиков синтетических наркотиков увеличилось в три раза. По данным прокуратуры, большая часть закладчиков студенты вынуждены заниматься подработкой. На пленанном заседании мажориса депутат Ислам Сункар предложил разработать комплексный план развития студенческого самоуправления, а также рассмотреть возможность выплаты заработной платы студентам колледжа и вузов за прохождение обязательной практики. Мы видим проблему в низком уровне профилактических работ среди молодежи. Недостаточно просто рассказывать о вреде наркотиков. Необходимы не только правовые инструменты, но и действенные, в том числе образовательные и воспитательные меры. Ни для кого не секрет, что большая часть студентов проходит профессиональную практику, получая формальную отметку о явке, а сами в это время занимаются зарабатыванием денег. Продвигаемый же нами подход позволит студентам иметь мотивацию пощать практику и более продуктивно усваивать знания, а также погружаться в будущую профессию. Ушел из жизни четырехкратный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике Владимир Седов. Тело 35-летнего спортсмена нашли в его родном селе в области ЖТСУ, сообщают в департаменте полиции региона. По их данным, заслуженный мастер спорта страны покончил с собой. Насильственных признаков смерти нет. По факту суицида проводят досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Полмиллиарда тенге направили из бюджета Костанайской области на летний отдых детей. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Деньги пойдут на туристическо-краевические экскурсии, оздоровление детей с инвалидностью в реабилитационных центрах. Впервые больше полутора тысяч одаренных школьников из сел в рамках проекта «Жаздых жил дома» бесплатно отдохнут не только у себя в регионе, но и в Акмолинской и Алматинской областях. Всего летом планируют охватить 106 тысяч учащихся. Основная часть организации досуга придется на пришкольные и загородные заведения. Последние работают в середине июня. Заезд первой смены начался поэтапно по мере получения организациями санитарно-эпидиологического заключения. На сегодняшний день одно из девяти лагерей не прошло проверку. Оставшиеся процедуры пройдут в июле после завершения трехлетней реконструкции. Планируется работа еще одного лагеря в городе Лисаковск. У нас на контроле стоят все лагеря, независимо от формы деятельности. Особое внимание уделяется вопросам контроля организации питания, а также медицинского обслуживания детей. Также вопросы обеспеченности водоснабжением холодным, горячим, доброкачественной питьевой водой, обработки территории от насекомых и грузунов, так как основная часть лагерей размещена в лесных массивах. Переработчик рыбы и морепродуктов. Такую специальность впервые могут получить студенты Мангистовской области. У местной молодежи теперь есть возможность бесплатно обучиться востребованной профессии в родном регионе. Получить образование и стипендию юноши и девушки смогут в колледже Тубкарганского района. Для студентов оборудованы кабинеты и мастерская. Их обеспечат специальными книгами и учебными пособиями. После освоения теории молодежь пройдет практику в одной из специализированных компаний населенного пункта «Аташ». Прием документов начнется 26 июня и завершится 18 августа. Известно, что в рыбном производстве часто заняты иностранные граждане. А мы хотим обучить нашу молодежь этой дефицитной профессии, чтобы в будущем иметь конкурентоспособных специалистов. В новом учебном году 20 студентов будут обучаться по квалификациям переработчик рыбы и морепродуктов, а также техник-технолог. 40% населения планеты, по данным ВОЗ, страдает от сезонной аллергии. Причем у каждого третьего из них выявляют ринит, а у каждого десятого – бронхиальную астму. В Казахстане у аллергиков чаще всего повышенная чувствительность к пыльце сорных трав, злаковых культур и деревьев. Чем спасаются от аллергии остончания и как лечат это заболевание – в материале мои коллеги. У Дины Анесовой на руке татуировка «Я аллергик». У жительницы столицы повышенная чувствительность на ряд препаратов и продуктов питания. И каждой весной – сезонная, на пыльцу растений. Если я где-нибудь грохнусь в обморок или что-то, думаю, ну люди увидят, что я аллергик, и не начнут меня мазать какими-то веществами или уколами. Это единственное, чем я себя обезопасила в этой болезни. Больше вот умнее я ничего не придумала. И просто на самом деле, сколько я обращалась к врачам, все, ну будем наблюдать. Вы сдавайте анализы, будем наблюдать. А насколько карман мне позволяет сдавать, потому что один анализ, он стоит 15 тысяч. На каждое подразделение, там на цветение, там еще на какой-то препарат. Между тем число аллергиков в стране растет с каждым годом. По данным одной из крупнейших отечественных диагностических лабораторий, за год у половины из 48 тысяч пациентов выявлена чувствительность к пыльце деревьев и трав. У 61% пациентов была обнаружена аллергия на пыльцу сорных трав. У 22% была обнаружена аллергия на луговые травы. И у 18% пациентов была обнаружена аллергия на деревья. Среди сорных трав наиболее часто встречается аллергия к пыльце полыни, далее к лебеде, амброзии и к одуванчикам. Среди пыльцевых аллергенов деревьев чаще всего встречается аллергия к пыльце березы, далее идет пыльца клёна и тополя. Заболевание можно и нужно лечить, уверяют врачи. В организм человека вводят нарастающие дозы именно того аллергена, который и стал причиной болезни. Эффект достигается после трех лет регулярных курсов лечения. Начинать лечение от аллергии нужно только зимой, в период, когда нет раздражающего фактора. Если аллергию не вылечить вовремя, то спектр аллергенов может увеличиться. А еще аллергик может приобрести бронхиальную астму. Многие казахстанцы борются с аллергией самостоятельно. Причиной тому и нехватка врачей-аллергологов. Принимают они не в каждой поликлинике. Диагностика и лечение в частной клинике обойдутся в круглую сумму. Число аллергиков будет только расти, считают эксперты. Виной тому и загрязнение экологии, и использование все новых искусственных материалов. Бутагос Базарбаева, Нургалима Мурбаев, Астана, Хабар, 24. За последние десятилетия число аллергиков в мире увеличилось на 20%. К 2025 году, считают, ввоз страдать от этого недуга будет уже половина населения планеты. Всемирная организация здравоохранения окрестила наступившее столетие веком аллергии, а саму болезнь эпидемией. Подробнее в международном обзоре расскажет Сандугаш Байгуаныш. Слезящиеся и зудящие глаза, заложенный нос или приступы чихания. Такие симптомы ежегодно доставляют дискомфорт третьей населения планеты. Причина – аллергия. Она может быть спровоцирована пылью, домашним питомцем, укусом насекомого, едой или лекарствами. Но чаще всего организм реагирует на пыльцу растений. В Германии примерно 15% населения страдают от аллергии на пыльцу растений. Это данные немецкого центра по контролю и профилактике заболеваний. Реакция появляется вследствие повышенного содержания аллергена в воздухе из-за распространения агрессивных растений, а также из-за изменения климатических условий. Особенно поленос обостряется во время цветения ветропыляемых деревьев, злаковых и сорных трав. Минздрав Германии предпринимает ряд мер борьбы с гиперчувствительностью организма на пыльцу, включая контроль качества воздуха и проведение исследований. Растущую угрозу здоровья населения представляет проблема пищевой аллергии. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в западных странах, в том числе США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии и Германии. По последним подсчетам, 250 миллионов людей в мире имеют пищевую аллергию. Только в Европе с заболеванием борются 17 миллионов человек, а в США число людей, имеющих этот недуг, в два раза больше. Рост числа аллергиков связан с увеличением доступности и потребления новых продуктов, в частности ГМО и химические добавки в их составе. Во всем мире неблагоприятные реакции на лекарства затрагивают до 20% населения, сообщает ВОЗ. По статистике, в развитых странах аллергические реакции на медикаменты встречаются чаще. Это связано с более широким использованием препаратов и передозировкой, и высоким уровнем диагностики. Например, в США она составляет 5-10% от всех нежелательных реакций на лекарства, а в Японии и Китае эта цифра выше – 15-20%. Единого ответа на вопрос, почему население в мире всё чаще страдает от аллергии, нет. Однако есть несколько научных теорий. По одной из них виновата чрезмерная гигиена в развитых странах. Дети реже заражаются бактериальными инфекциями. В их организмах меньше вредных микробов и паразитов. Как следствие, иммунная система теряет способность отличать опасные вещества от безопасных. Из-за этого и начинает бурно реагировать на последние. Вторая теория заключается в нехватке витамина D. По прогнозам специалистов, в ближайшие 10 лет в мире тенденция к росту аллергии будет сохраняться. Особенно у детей. Сандугаш Байгуаныш, Хабар-24. Это новости на Хабар-24. Продолжим выпуск. Швеция и Турция проведут встречу на высоком уровне в Брюсселе накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Толтенберг. Цель переговоров в достижении возможного прогресса по вступлению Швеции в НАТО, подчеркнул глава Североатлантического альянса. Напомню, Турция и Венгрия блокируют решения по присоединению Швеции. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО еще больше укрепит безопасность стран Балтии. На днях я выступал перед президентом Турции Таип Реджепом Эрдоганом, а также нахожусь в постоянном контакте со шведским и финскими правительствами. И мы договорились создать встречу высокого уровня в Брюсселе перед саммитом в Вильнюсе. В ней примут участие министры иностранных дел, руководители разведки и советники по национальной безопасности двух стран. Цель состоит в том, чтобы добиться прогресса в завершении вступления Швеции в НАТО. Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана за нарушение прав человека. В черный список вошли семь иранских чиновников, два губернатора, прокурор, представители судебной власти и военнослужащие корпуса Стражи Исламской революции. Въезд в ЕС для них будет закрыт, а их европейские активы будут заблокированы. Все они принимали участие в подавлении народных волнений в 2022 году, говорится в постановлении по итогам совета на уровне министров иностранных дел 27 стран объединения. По данным ООН, в результате протестов в Иранской Исламской республике были убиты более 300 человек. Ажар Гиньят и Франсуа Брон впервые за 10 лет встретились в Тет-А-Тет, о чем говорили министры здравоохранения обеих стран, расскажет наш корреспондент из Парижа. Ранее парижское утро во французском министерстве здравоохранения. Два министра лицом к лицу конкретизируют будущие совместные проекты. Интересы обеих стран сходятся в нескольких точках. Среди них стремление к лекарственной независимости, важность которой показал санитарный кризис, на повестке дня и развитие телемедицины, и работа с личными данными, и подготовка дефицитных специалистов. Мы много работаем над программой сотрудничества на уровне больниц в нашей стратегии и в мировом здравоохранении. Так что наши эксперты обмениваются, принимают коллег, сами выезжают, чтобы изучить практики других стран, что позволяет обогатить опыт и в сферах, где мы в числе лучших. Мы можем сформировать в партнерских странах новые поколения экспертов по специализированным направлениям, к примеру, в онкологии, радиологии и аппаратных методах диагностики. Министр Геният привезла с собой большую делегацию менеджеров казахстанского здравоохранения. Для них в течение дня французские коллеги в подробностях рассказывали, каким образом устроена местная система, одна из самых социальных в мире. Она тоже постоянно реформируется. К примеру, во Франции сейчас развивается институт медицинских ассистентов, которые должны разгрузить врачей по части работы с документами. А это уже всемирно известный институт Кюри, где не просто лечат онкологические заболевания, но также ведут научные исследования и готовят специалистов для всего мира. Протонную терапию здесь успешно практикуют уже 10 лет. Скоро этот прогрессивный и сложный метод лечения опухолей появится и в Казахстане. В Астане открываются крупнейшие национальные центры онкологии. В этом центре будут применяться современные инновации, лучшие технологии. И для этого уже сейчас нужно готовить специалистов. Французские институты нам продемонстрировали свою готовность помочь в этом. Завтра в эти города, в разные медицинские центры, приедут перенимать опыт наши специалисты. Франко-казахстанские связи в медицинской сфере существуют давно. В виде дружбы врачей, партнерства больниц, экспериментальных проектов. Но в последние годы при поддержке дипломатов обеих стран сотрудничество стало выходить на новый уровень обмена опытом. Настолько активного, что эти соглашения двух стран в вопросах охраны здоровья планируют скрепить межгосударственным соглашением. Алия Сыздыкова, Руслан Умержан, Хабар 24, Париж, Франция. В Грузии набирает популярность отель для растений. Все, кто оставлял там свои комнатные цветы на время путешествий или поездок за город, не жалеет об этом, ведь флористы обеспечат должный уход за растениями. Надо отметить, что такой сервис в Европе есть только в Лондоне. Юлия Тужилкина побывала в грузинском зеленом отеле. Здесь все, как в отелях All Inclusive. Питание, уход и даже лечение. Вот только жильцы тут не люди, а растения. Это первый зеленый отель в стране. И, как говорит его основательница Тамара Размадзе, за последний год спрос на услуги увеличился вдвое. Сначала я в течение года разводила цветы, которых нет в Грузии. И в разгар пандемии появилась идея об отеле. Мы с подругой начали собирать информацию по этому виду деятельности. Оказалось, подобное есть только в Англии. Мы сначала открыли отель в Тбилиси, в помещении, где было 500 квадратных метров. И сегодня у нас уже 1200 квадратов в селе Табахмела. В этом году нам исполнилось два года. У нас есть планы по открытию шоурума в Тбилиси, где будут разные цветы, в том числе и из нашей личной коллекции. Клиенты этого отеля в основном женщины, ведущие активный образ жизни. Теперь путешествия или деловые поездки не вредят их домашним растениям. Здесь в отеле можно оставить любой цветок даже на длительный срок. Как правило, домашние растения оставляют в отеле на срок от одного до трех месяцев. У меня нет, вообще, я не зашусь. Исходя из того, что я часто уезжаю за границу, обнаружила очень хороший и удобный сервис. Эту гостиницу, где я и оставляю свои любимые растения. Здесь очень внимательно за ними ухаживают, заботятся. Возвращают цветы даже в лучшем виде, чем они были. Очень часто я пользуюсь этой услугой. И еще очень приятно, что мне дают рекомендации, как правильно ухаживать за растениями. Недельное пребывание в зеленом отеле четырем небольшим растениям обойдется и хозяину примерно в 19 долларов. Сейчас здесь одновременно помещается до 200 растений. И помимо сервиса хранения, есть услуги по лечению, размножению и продаже комнатных цветов. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Табахмела. Три человека погибли после разрушительной серии штормов в США. Торнада обрушилась на штат Арканзаса-Индиана. Шквалистый ветер вырывал деревья с корнями, повреждены десятки домов. Из-за погодных условий более полумиллиона жителей столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Службы спасения сообщают, что поисково-спасательные работы еще продолжаются. Число жертв может увеличиться. Службы от погодных органов кров���ial оперативных parléš Common Eri. Гринус, Бага куда-лифни о кироцевTh trauma? Службы по uh provenientам. День device хорошо как с Hy noonа и нужно перебringить потенциальны. И к новостям в нашей стране. В области Абай создадут Семипалатинскую зону ядерной безопасности. Законопроект одобрен Мажелисом. Это значит, что территория бывшего Семипалатинского полигона, которая по последним данным сокращена вдвое, перейдет в особый правовой режим. О том, что изменится с принятием нового закона и как это повлияет на население, узнавала Асем Учешева. Половина земель бывшего Семипалатинского полигона оказалась условно безопасной. 14 лет специалисты Национального ядерного центра Республики Казахстан проводили комплексное обследование территории на 18,5 тысячах квадратных километров. Поэтому группа ученых разработала законопроект, который сформирует нормы в соответствии с нынешним радиоэкологическим статусом. Считаю, что принятие законопроекта это очень важное событие как для нашего региона, так и для всей страны в целом. В рамках обеспечения международной и региональной стабильности. И это будет являться еще одним значимым вкладом в укрепление позиций Казахстана в вопросах нерапространения ядерного оружия. Законопроект коснулся поправок в трех основных кодексах – экологическом, земельном и налоговом. То есть загрязненные земли теперь могут быть переданы юридическому лицу для последующей деятельности. В свою очередь возвращение в оборот безопасных земель может способствовать развитию сельскохозяйственной и иной деятельности. Мы полагаем, что мы будем делать рекомендации в отношении того, что эти территории могут быть переданы в хозяйственное пользование. А значит, на эти выводы и рекомендации будет получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2024 года. А пока ученые работают над предварительным обоснованием границ симпатической зоны ядерной безопасности. В Казалардинской области вновь испытывают дефицит воды. Чтобы решить проблему с поливом пассивных площадей, местные власти разработали 76 проектов, в их числе очистка растительных каналов общей протяженностью почти 80 километров. Как намерены стимулировать сельчан экономить воду, расскажет Кристина Алмазкоза. На счету каждая капля поливной воды. В одном из крупнейших хозяйств Казалинского района вот уже три года используют дождевальные технологии. Они позволяют сократить потребление воды при орошении полей почти в два раза, говорят аграрии. Наш район находится в самом низове русла реки. Мы постоянно испытываем нехватку поливной воды. Благодаря капельному орошению мы имеем возможность развивать наше хозяйство. Кроме того, установили два насоса, которые позволяют обеспечить водой 67 гектаров земли. Несмотря на оптимистичные прогнозы, в начале агросезона регион все же вновь столкнулся с дефицитом поливной воды. На данный момент по реке Сырдарье в область поступает примерно 300 кубометров воды в секунду. В прошлом году под рис отвели 79 тысяч гектаров. В этом больше 88 тысяч. При этом воды меньше, чем в предыдущем. Сейчас через Казалардинский гидроузел в левый магистральный канал направляется 190 кубометров воды. 13 кубометров уходят в правый основной канал. Остальные 80 кубометров отправляются вниз по реке. До конца года в регионе намерены реализовать 76 проектов, направленных на обеспечение поливной водой населенные пункты. В их числе очистка семи каналов общей протяженностью почти 80 километров. Если вода будет поровну распределяться между всеми районами, то она также справедливо должна распределяться между хозяйствами. Сейчас мы расчищаем от мусора и камыша наши каналы. Прогнозы неутешительные. Дефицит воды будет ощущаться еще больше. Потому специалисты водохозяйственной сферы призывают аграриев активнее переходить на водосберегающие технологии. А те, кто внедрит новые методы экономии, будут платить за поливную воду меньше, чем сейчас. Кристина Алмаз, Кызан Нуржан, Музарапшин, Кызлардинск области, Хабар 24. К этому часу у меня все. Оставайтесь на Хабар 24.